доброго времени суток продолжаем наши публикации на канале фанимашум скул сейчас я покажу самый элементарный способ завести мицелий у себя на дачном участке или при усаденном хозяйстве речь здесь не будет идти я так специально выразился очень правильно не вырастить грибы таким образом можно говорить о петрушке помидора с большой вероятностью картошки но это гриба говорит что мы вырастим грибы это было бы неправильно мы скорее всего попробуем завести здесь мицелий а уже как получится получить из этого мицелия грибы год от года это уже совсем другой вопрос и так предметом нашей посадки является вот этот набор шампиньонов так получилось что среди вот этого набора шампиньонов появилась одна поганка что автоматически поставила весь этот комплект в рамках не съедоблив грибов поэтому я даже не пробовал дальше их перебирать ну возможно эта поганка была не единственная поэтому мы делаем вот следующее вот такое очень любимое грибами и мицелиями место мы эти доски они раньше служили полом вот небольшом вот этом как сказать таком сарайчике скажем колыбели моего грибного бизнеса вот здесь так вот они были там раньше полом но сейчас они бесхозно здесь валяются пока руки не дошли их отсюда убрать а это нужно сделать обязательно потому что здесь они станут источником слизней которые будут пробираться подвальчик а подвальчики там сейчас растут шеи таки так вот мы берем вот эти шампиньоны а могут это быть не только шампиньоны а любые другие собранные вами грибы а особенно отходы грибов после того как вы их переберете вот эти ножки и хвостики станут вам источником высшей посадки опята например белые грибы значит вот мы таким образом распространим грибочки по этой площадке сейчас я ищу где-то поганка поганка может да скорее всего что отсюда убрали уже и выбросили мы правильно сделали а вот это мы разбрасываем вот так ну вот ничего хитрого взяли шампиньоны дикорастущие из леса разверсали вот здесь потом мы сделаем вот такой легким движением руки вот грибы накрываются накрывается наша ребятка вот этими доски значит доски нам здесь не нужны они будут своего рода такой тоже колыбелью мицелия я хочу их сложить пирамидку вот эту щель мы закроем вот так чтобы туда не попадала лишняя влага именно вот как вы видели некоторые из шапок были уже раскрыты значит дальнейшем они станут плодотворным значит и питанием для размножения спор соответственно будут расти мицелий грибов мицелий шампиньона будет здесь расти и в дальнейшем он самое главное проникнет в грунт грунте этот мицелий будет формировать свою природную грибницу и при благоприятных условиях даст урожай шампиньонов вот у нас здесь при усаденном хозяйстве ну относительно урожая шампиньонов вот в этом году удивительное произошел какой-то такой случай когда остальные грибов вообще почти не было в этом году осенью а вот шампиньонов огромное количество как это все связать причинно-следственную какую-то такую связь не понятно может быть другие грибы не мешали вот шампиньоны и выросли но суть в том что предыдущие года мицелий был на том же месте где и в этом году только вот шампиньонов не было а в этом году произошел какой-то бум и рост шампиньонов скорее всего что такое явление мы будем наблюдать следующий раз уже не скоро так всегда бывает почему-то с грибами так и тут повествование о досках мы заканчиваем а тут немножко продемонстрирую вот какая красота девичий виноград кто-то боится его сильно ну помещать у себя при усадебных хозяйствах и на дачах если за ними не присматривать конечно он натворит такого что потом трудно будет это все как-то привести к порядку ну я не знаю у нас постоянно я присматриваю за этим тут выкашиваю и вот такая красота вот тут мы елочки и вот моя любимая аллейка которой можно прогуляться относительно девичьего винограда здесь я за задумал вот такую историю как видите вот я покажу что будет на следующий год в это время это октябрь месяц сейчас уже 15 октября 15 октября да вот в этом году вот такое наблюдаем а в следующем году посмотрим что этот наград ну понятно нет обычно где-то года за два здесь будет просто зеленая стена зеленая такая вот ограда который будет создавать уют вот в этом дворике ну опять же таки вот этот тоже очень важный домик тоже его будет не видно будет такая зеленая кучка скажем так вот а вот мои любимые елочки белочки пройдет еще немного времени упадет снег и тут из этих елки превращаются в прекрасный снежный душ если зайти вот сюда под эти елки и немного по применять силу к этим стволам если труснуть эти елочки снег начинает сверху падать на ну а здесь у нас происходит я пошел поискать тоже из области да продолжить вела меня сюда тропинка и привела к тому что я хотел сказать вот посмотрите что здесь обычно люди находя какие-то грибы надо им не надо им эти грибы ну вот как здесь видите вот шампиньончик вот шампиньончик довольно-таки прохладно сейчас на улице шампиньончики себе прекрасно растут вот смотри как растает ну нет у меня надо сейчас их там срывать их три шампиньона ну что я с ними буду сейчас вот делать с трима штуками жарить варить фаршировать поэтому оставим их в покое а здесь я специально накрыл потому что у всех руки так и чешутся взять сорвать куда-то принести а потом выбросить а я вот накрыл специально для того видите шампиньон уже состарился и вот коричневый даже палец у меня потому что сейчас он выделяет споры и рассевает их в саду если не жадничать то таким образом простым не мешать надо природе творить свои чудесные дела поэтому этот шампиньон мы оставим в покое вот и съедим яблоко и дальнейшем идем заниматься виноградным делом потому что пришла пора собирать вон там виноградники у нас собирать виноград будем делать сок будем делать вино ну и я надеюсь найдется у меня время и желание поведать об этом процессе как я его себе представляю и вижу а также виноградный уксус любимый мой продукт но это уже совсем другая история совсем другого видео а с вами бы был макс селлер на канале фанимашум скул желаю вам всего самого наилучшего и следите за публикациями на канале